Доброе утро! Я пью свою водичку, еще немножко сонная, и сейчас буду делать завтрак. Должна бежать на учебу. Я не очень сильно разговорчивая по утрам, поэтому давайте просто готовить завтрак. На завтрак я сделаю себе кашу с цукини. Нарезаю мелко на терку цукини. Кашка выглядит как сварилась. Она получилась такого зеленого цвета, но ничего. Это понятно почему. И еще я добавляю сейчас корицу. Мой любимый спайс. Рождественский новогодний. Так, помешиваем, помешиваем. О, как пахнет! Еще добавила замороженный нарезанный банан, чтобы дать такой мороженый привкус, что ли. Миндальная паста. Не арахисовая, а миндальная. Я не знаю даже, как они больше нравятся. Мне нравится то одна, то другая. Поэтому я ем то одну, то другую. Тут ахини. Ахини каждый день. Конечно. Ладно, народ, я буду доедать кашу. И побежала на учебу. И увижу вас на обед. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, время ужинать. Я приплелась с учебой, переоделась, подделала йогу, позанималась йогой немножко. Я должна была сегодня пойти в зал, ну, планировала. Но я поняла, что что-то у меня много еще есть по учебе надо делать. И мне еще надо детексировать видео. И мне еще надо снять видео. Поэтому я не пошла сегодня в зал. И сейчас я готовлю ужин. На ужин я запеку лук. Это бакчой. Это такой азиатский ось. Потом сюда я добавлю еще шитаки, грибы. И так, у меня уже духовка греется. А, еще добавлю шинак. Итак, посмотрите на эту гору зелени и овощей. Сюда я сейчас приправлю немножко карри. Карри, карри, карри. Дальше. Чеснок в гранулах. Потом тамари. Такой соевый соус. Тамари. И немного воды, чтобы было не сухо. И отправляю в духовку. Пока! Пока мои овощи готовятся, я хочу вам кое-что рассказать интересное. Мы сегодня проходили весь день минералы. Особенно мы много проходили про железо. Что вам такого интересного могу рассказать? Во-первых, интересный факт, что дефицит железа – это один, это самый часто встречающийся дефицит микроэлементов в мире. То есть не обязательно быть веганами или вегетарианцами, чтобы иметь дефицит железа в организме. И мясоеды, очень много людей имеют дефицит железа. И еще интересный факт, то что железо, его может как быть недостаточно, так же может быть токсичное железо. Причем симптомы, внимание, симптомы одни и те же. Поэтому, когда люди думают, что у меня дефицит железа, начинают принимать сапплементы, то есть добавки железа, и они не видят, например, эффекта, и думают, что, а, значит, мне надо еще больше принимать железа. При этом еще едят много мяса, ну, то есть, или вообще продукты животного происхождения, в которых много железа. И в итоге получается, что в еде много железа, много железа в добавке, в добавках сапплементс. И в сумме получается слишком много, и это вызывает токсичность. Хотя симптомы такие же, как и при дефиците. Поэтому, ребята, прежде чем принимать любые добавки сапплементс, и не знаю, как по-русски сапплементс, наверное, добавки, да? Просто сделайте анализ крови. И помимо проверки уровня железа в крови, нужно проверять еще ферритин, потому что ферритин, он показывает, как бы, запасы железа. Это этот факт. Второе, возможно, вы уже знаете, возможно, нет, то, что железо, особенно из растительных продуктов, очень хорошо, намного лучше усваивается. По-моему, я сейчас скажу. То ли в 5-6 раз лучше усваивается с витамином С. То есть, например, какой-то салат, если с цитрусовым чем-то поесть, то есть там лимончик налить или что-то такое. Вот, это хорошо. Либо еще много витамина С в болгарском перце. Красным, желтым, любым. Вот. Я часто слышу от людей, что говорят, лучший источник растительной железа – это гречка. Вот у нас написано, у меня в лекции написано, это темная зелень. То есть, это кейл, это шпинат, это бакчой, например, это спаржа, стручковая фасоль, брокколи. Все, что имеет темно-зеленый цвет. И еще удивительно, знаете, что? Петрушка. Петрушка – одна из самых богатых железом продуктов растительных. Потом тыквенные семечки, кунжутные семечки, тахини, сухие абрикосы и так далее. Вот. Ну, вообще, тут очень много всего. О, это так, я-то вам говорю, что может быть более-менее интересно. Витамин С. Дальше. Показывает исследование, что у вегетарианцев чаще меньше уровень ферритина. Но, так как мы знаем, что много железа – это токсично, из-за того, что у вегетарианцев меньше ферритина, у них меньше сердечных заболеваний, меньше диабета и меньше рака, канцера. Так что, видите, железа, от него не должно слишком много быть. Потому что есть микроэлементы, которые не вызывают токсичность, даже если их слишком много. А есть такие, как железо, которых, если очень много, то вызывает токсичность. Вот у мужчин чаще встречается токсичность, чем у женщин. Потому что женщин нам нужно его чуть больше, потому что мы каждый месяц теряем кровь. Соответственно, теряем железо. В общем, ребята, на растительном питании главное – есть много темной зелени. Темная зелень – это просто must, must, must. Также тофу, также цельнозерновые, whole grains. И да, поменьше сахара рафинированного и поменьше всякого junk. Junk food is not good. Ну, это так, в общем, коротко, некоторые факты. Вот, что я хотела вам сказать. Ладно, давайте посмотрим, что с моим ужином. Итак, вроде как овощи испеклись. В принципе, я такой, видите, довольно-таки легкий у меня будет ужин сегодня. Горчицы. Горчицы, горчицы. И немножко тахини. Тахини, тахини. Чтобы дать немножко кремовую текстуру. И немножко можно бальзамика. И, по-моему, получается вкусняшка. Давайте пробовать. Он немножко такой получился, как суп, потому что здесь вода еще. Не знаю, вам не видно, наверное. Получился такой. Грибной овощный суп. Не знаю, какой-то у меня немножко странный такой получился блюдо. Ну, ничего. А, еще еще перчик. Перчик, перчик. Погнали. Ммм. Очень вкусно. О, да. И тахини. Такой добавляет классную текстуру. Ммм. Ай лайк. Ай лайк. Я лук предпочитаю запеченный, чем сырой. Как и чеснок. Ммм. 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 Ладно, все. Все, ребята. Спасибо, что просмотрели это видео. Спасибо, что вы были со мной. И я вас увижу очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok